Так Шайни выглядела после операции. Ей по кусочкам собирали перебитую лапу. После надели корсет, чтобы лучше срастался сломанный позвоночник. Ее сбил большой груз под бесертью. Еле живая, она лежала на обочине дороги больше недели. Выжила чудом, говорят волонтеры. Еще удивительнее, что смогла заново научиться ходить. Сейчас собака почти выздоровела. После травмы остались небольшие проблемы с координацией. Для Шайни ищут хозяев. Пристроить в добрые руки волонтеры хотят еще 170 собак, которые живут в приюте. С ними по очереди гуляют, обучают простым командам. Каждый питомец здесь с характером. Дорис привезли в приют два месяца назад. Нашли на улице. Вскоре ей удалось подыскать хозяев. Они посадили собаку на цепь, но не поседа от них сбежала. Волонтерам снова пришлось ловить беглянку, чтобы вернуть в приют. Похожая история и у пса Пети. Но его бывшие хозяева привезли сами. Они переехали из частного дома в квартиру, а там псу места не нашлось. Варим ячку, гречку, геркулес, рис. Мешаем с размоченным сухим кормом и фаршем. Делаем вот такую вкусную кашку. Вот такую они у нас съедят. На собачьей кухне 9 ведер каши. Этого животным хватает лишь на один обед. В приюте надеются на помощь неравнодушных. Здесь будут рады любым крупам и кормам для животных, а также теплым вещам, старым шубам и матрацам. Из них получаются отличные подстилки. Как раз сейчас в приюте готовятся к зиме. Закупают солому и пенопласт, чтобы собакам было теплее в ерах. Поток не иссякает, как бы мы ни старались стерилизовать и пристраивать и забирать с улиц. Поэтому если у кого-то есть желание, потребность, возможность завести себе пушистого друга, собаку или кошку, мы очень просим обращаться в приют, приходить, приезжать. Приютить животное или помочь питомнику можно по адресу Диносовское шоссе, первый километр. Более подробную информацию дадут волонтеры по телефону, который указан на экране. Субтитры создавал DimaTorzok